мир всем дорогие друзья давайте поговорим о том когда сваливать куда сваливать с кем сваливать потому что очень много вопросов и давайте попытаюсь высказать свое мнение как раз по этому направлению так скажем когда по поводу когда вы сами примерно поймете когда ситуация начнет накаляться ведь нас интересует временной именно отрезок когда начнут быть блокировки дорог именно вы помните когда нас заставляли одевать тряпки какие-то сертификаты с нас требовали и не пускали города вот и в мытища в частности были такие кордоны но я кстати мне ни разу не поверили трафик очень большой был я молился иисусовой молитвой и меня не даст не останавливали эти дпсники как называют значит по поводу когда вы поймете по состоянию напряжения градус напряжение повысится вы будете понимать что наступает время сваливать из городов куда в зависимости от возможностей финансовых в зависимости от тех связей знакомств может быть и бесплатно разные варианты бывают по вере вашей да будет вам как говорится разные варианты в жизни бывают много и домов бесхозных но тем не менее всегда находятся хозяева поэтому всегда лучше оформлять все это по закону тем более вы если вкладываете свои копеечки можно было строиться но сейчас я уже думаю не успеть я уже уже весной будет год как строюсь никак каркасный дом не дострою ковчег называю в вологодской области близ села берякова значит почему север но во первых вы знаете что по порочеством я на что и русь останется россия останется в границах руси времена грозного 15 16 века и мы можете написать в адресной строке вашего поисковика карта руси времен грозного и вы увидите какие города входят такие не север русский север архангельск мурманск вологда череповец карелия туда входят там много воды по прохладнее но тем не менее большие просторы тайга опять же рыбалка охота томи значит это я ответил почему я там оказался это не от меня зависело мы с вами православные христиане воцерковленные мы обращаем внимание на детали детали это в кавычках случайность по случайностям так возникла что такая ситуация что меня господь туда привел и я понял что именно для того чтобы там даже около четырех пяти пунктов было этих для особо талантливых таких как я которые трудно чтобы уж точно не сомневался господь послал много пунктов и они все совпали поэтому место мне не особо нравится потому что это не для отдыха эти черные дома там краска не используется нет в большинство из них подавляющее большинство брошены с обвалившейся крышей с пустыми глазницами окон вот короче вы поняли но зато тишина животные значит это я вам ответил по поводу с кем тоже не увлекайтесь дорогие мои большими сообществами это от лукавого сообщества большие не нужны это вредно очень вредно почему потому что любое сообщество жителей которые живут в одном каком-то месте примерно я не говорю про одном дом не они один про один дом там вообще будет все в течение месяца уже по ножовщиной мордобой я говорю даже про одна территория где разные дома подразумевает под собой иерархию целую когда есть главный гура есть полиция есть духовный гуру есть отрутники есть каста приближенных и то есть вы меня поняли как первобытно общинном строе примерно все начиналось есть самый сильный вожак к нему лизоблюды вот и далее далее до самой до табаки табаки это она почти полицаи там да не знаю ну сами разберетесь короче говоря это не полезно по поводу то что вы говорите старцы говорили объединяйтесь по себе спасетесь но все хорошо в меру сказал сказал жерлах арнольд неру это в детстве в школе говорит все хорошо в меру но две семьи три семьи больше не надо у стерлигова германа у него как раз иерархия посмотрите некоторые я с ним лично не знаком я особо ни с кем не знакомлюсь только господь кого кого не приводит я общаюсь а так я никуда не лезу знает но вот но тоже в монастырях во всех больших монастырях ну во всех ну вот то что я знаю есть полиция из иродьяконов которые могут отмутузить но это настоятель приказывает говорит они ночью приходят стучаться в келью и и и бьют но но не сильно там без так сказать помните как фильме без следов на лице но это это иерархия потому что лучше разобрать ситуацию внутри чем она будет она выплеснется на экраны местного телевидения и в сводки значит отдела внутренних дел поэтому те же лизоблюды те же прихлебатели тоже иерархия те же трудники поэтому без этого не обойтись поэтому нужно ли вам это смотрите сами вот и здесь же я хотел вам показать значит у меня на канале сейчас я переверну это значит ролик я мне спрашивали евгений борис расскажите где вы как кто вам строит потом подскажите я сделал ролик вот я потом у этого дмит это вот прораб мой то есть я с вами делюсь самым самым сокровенным дорогие мои всегда все 20 лет я никогда не держал что-то себе про запас я всегда все отдавал по любви христовой так вот я сделал этот ролик разместил его это после ролика где я показал как он отремонтировал мне реанимировать это еще не до конца но тем не менее мой ковчег спасения вот я помню спасибо дмитрий вам сокра звонили людей он сказал ни одного это вот концовка ролика и последнее что я хотел сказать это то что деньги у кого есть деньги они многие как вопрос там будут от ветра как листья прошлогодние доллары так сказать евро и так далее будут под ногами никто их не будет поднимать это тоже мы знаем поэтому все нужно делать свое время строить времени уже нет я с полным основанием говорю о собственной школе можно только по своему видению своим по своему вкусу по своим возможностям покупать будем жить помогай господь ваш евгений лопатин вот а предыдущий ролик вот предыдущий что настроили а вот таких домов камеру перекинул таких домов много это вот здесь же здесь живет товарищ вот так что из того проекта как который меня кинули осталось только каркас вот и вот к сожалению не нельзя строить на свои но это вы потом посмотрите канал называется евгений вот дорогие отцы и братья вот евгений лопатин я ответил на ваш вопрос я вам все сказал так что чему я по поводу вот прорабы вам это игра православия игра в спасение наверное я я по поводу тех у кого нет никаких денег и возможностей там мужчины адекватного я про них не говорю спастись можно и в доме вот спасение физическое спасение духовное это не одно и то же ну вот а те у кого есть какие-то деньги которые они потеряют либо на счетах на счетах вообще не должно быть денег в банках там и так далее это вообще от лукавого вы считаете потеряли вот а те у которых какие то есть когда копейки они играют православие им они просто вот посмотрите сколько вот у меня в комментариях евгений борисович а вот можно ли а где вы давайте мы вместе с вами давайте вот ваш строитель пусть нам тоже помогает пусть нам просчитает пусть нам расскажет вот ни одного звонка мое дело просто вам помочь вас не бросать и вам докладывать вот я вам докладываю что это все баловство игра поэтому принципе я вам все по этой тематике все рассказал телефон дмитрия сейчас еще раз вам телефон дмитрия его сейчас перекинул это было на екатерину да вот был мой ролик а это вот с дмитрием сейчас я вам его кликнул 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 и мир всем и вот телефон ватсап видно просто у меня палка тут кривая так вот сейчас поближе поставлю вот так что по этой тематике я не говорю про запасы я не говорю про медикаменты это все сейчас в интернете есть я вам говорю о самом главном о подходе о понимании того что нам действительно необходимо для физического спасения для физического спасения по поводу духовного спасения я сейчас делаю ролик меня там тоже спрашивают про старцев в кавычках и без современных старцев россии это отдельная история по поводу физического спасения для чего нам нам нужно для того чтобы мы могли иметь больше времени так как мы с вами все таки грешные люди на то чтобы в страданиях в нужде в труд в трудах мы с вами очистились для того чтобы не обосрамиться нам на страшном суде только для этого и никак иначе ну за сим будем жить дорогие мои помогает господь ваш Евгений Лопатин было я